Доброе утро, дорогие друзья! Я предлагаю сегодня снова поговорить про деньги. Что-то в последнее время часто стала слышать про то, что их нет, плохо совсем стало, кризис на дворе и так далее. И как проработать параметр деньги. И чего я только не наслушалась на просторах интернета, давайте мы все-таки к этому параметру подойдем отдельно. Я считаю этот параметр в жизни человека самым простым, самым легким и возможным для самостоятельной проработки. То есть, о чем я говорю? Поясню. Есть человек, у него есть программа ума, у него есть эго. Эго выделим отдельно. У него есть душа. Душа его через призму подсознания, нарисуем его так, строит у него какую-то картину мира. Его в подсознании содержит энергию плюс информацию. И это равно ресурсная травма. Ресурсная травма, мы будем называть это так, это наш опыт и те программы, которые передаются нам из инкарнации в инкарнацию. Психологи говорят по наследству, да? Прекрасно, пускай будет по наследству. Но они передаются. И душа наша, картину мира, строит через призму травматизма. Так вот, когда мы работаем с ресурсными травмами, а мы работаем с ними когда? Когда у нас отношения не склеиваются, когда у нас предназначением что-то не то, когда у нас болезни. То есть, вот этот жизненный наработанный опыт наш, мы спускаем эти ресурсные травмы, одну спустили, следующая поднялась, и у человека так от травмы к травме строится картина мира. Поэтому, когда мы, например, на консультациях с Андреем смотрим людей, то, как правило, у человека один вариант развития событий, ну, два, иногда три, редкие ответвления, редкие точки бифуркации. Но если человек начал реально прорабатывать ресурсные травмы, если человек начал работать вот с этим подсознательным пластом, у человека резко возрастают варианты развития событий. Просто раскладки идут. И в какой-то момент, когда еще подключается интерес, когда человек движим не просто ресурсными травмами, а интересом, работает прямая связь с Богом, то вариантов развития становится миллионы. Таких людей можно встретить крайне редко. Вот поверьте мне, сколько видела, сколько мы работали, один-два варианта, и те хромые. Но ведь можно все изменить. Работаем, удаляем. Как минимум, самые простые вот вещи – это отработать перинатальный период. Уже вариантов развития событий добавится куча бешеная. Потому что там содержится информация о кармических всех наших наработках. И эти вещи можно просто изъять от сознания, спустить ресурс, забрать в эту жизнь, встроить под другую задачу, использовать. Великолепно. Магия круга – супер. Но когда мы говорим о деньгах, вернемся к ним. Разве мы говорим про ресурсные травмы? Как правило, когда деньги… Ну ладно, когда там речь идет о раскулачиваниях, там, например, 37-й год или там еще какой-то год, там могут деньги параметрам отражаться. Но это всего лишь маленькая-маленькая часть, маленькая часть параметров. И то, которое в программах будет записано, как правило, через эго, через наши личностные характеристики, через набор программ, убеждений и правил. То есть не просто травмы, да? А набор программ, убеждений и правил по взаимоотношению с деньгами. Поэтому, когда мы прорабатываем деньги, люди плачут крайне редко. Вот здесь они рыдают постоянно с платочками, да? А вот здесь они не рыдают на деньгах. Удивительное чудо. Каждый раз смотрю и поражаюсь. Вот только прыдать, не перерыдать, а не рыдается, да? О чем это говорит? На самом деле все программы, связанные с деньгами, лежат на поверхности. И человек может самостоятельно сесть и заниматься просмотром своих событийных рядов, перепроживанием, удалением этих программ и коррекцией своих инстинктов и реакций, именно связанных с деньгами. И это вообще очень легко ложится на самостоятельную проработку. И это здорово, когда человек начинает заниматься какими-то параметрами и регулирует свою картину мира. Потому как, если мы не занимаемся собой, то мы не меняем свою жизнь. Так или иначе, если мы хотим двигаться в развитии и быстрыми семимильными шагами слышать свою душу, нам придется заниматься собой. И видите ли, вот я картинку уже стерла. Когда мы прорабатываем наше эго, когда мы развиваем программу ума, они приходят в баланс. Когда мы прорабатываем травматизм и начинаем слышать свою душу, мы становимся целостными, мы становимся действительно развитой личностью, мы открываем свой внутренний потенциал. Мы открываем тот силовой ресурс, который есть абсолютно в каждом человеке. Друзья, вы не представляете, на что способен человек. Человек способен за год горы свернуть. Вот реально. Но человек спит и ждет, когда за него это сделает кто-то другой. И поэтому, когда я получаю письма с вопросами, а как сделать, предполагая, что я за вас сделаю, а как выбрать и что мне выбрать, предполагая, что я за вас выберу, а как, а как, ребят, ответственность возвращаем на себя и действия совершаем сами. Касательно инфодайвинга, с удовольствием отвечу на вопрос, когда задается вопрос, с чего мне начать. С того, что интересно. Понимаете? Если вы берете инфодайвинг, как Андрея, сидящего, отвечающего на вопросы, там, или Леночку, или Олечку, либо же как магический круг, либо-либо, это у вас всего лишь представление. На самом деле инфодайвинг – это погружение в себя. В себя. Инфо-информация, дайвинг, погружение. Мы погружаемся в себя за информацией. А информацию мы где берем? Правильно, у своей души, у того яркого белого света, у сгустка энергии, наполненной информацией, который нам ее великолепно раскрывает. И раскрывает всегда, когда мы способны ее слышать. Вопрос в нас, что нам мешает? Мешают ресурсные травмы, мешает эго-перекрытие, мешает программа ума. Ну так давайте мы это все приведем в баланс и сделаем настройки. Потому что на сегодняшний день тела людей зачастую напоминают биороботы, которые содержат кучу неэффективных программ, которые очень легко программируются на «мы команда», «мы сила», «мы там то, мы там все». Я вижу этих миллионеров за один доллар, вижу эти проявления людей непонятные, вообще необъяснимые, логические. Но понимаете, это выбор, выбор человека. Если человек остается биороботом, это его право играть как биороботу, то у него единственная программа на саморазвитие – это боль. И тогда человек развивается через ситуации во внешнем мире, через боль, через страдания. И я не называю это осознанным развитием. Через боль – это один вариант развития событий. Как только у человека включается сознание, он учится осознанно забирать очки сознания из каких-то ресурсных ситуаций, он четко фиксирует свои резонансные моменты, он легализует свои чувства искренне, он искренен сам собой. И вот в этих настройках рождается осознанность. Осознанность, которая ведет к тому, что тогда начинается игра, когда человек действительно может выбирать. Я хочу играть в эту игру, в эту игру или в эту. И эта игра моя. И все проработки всегда начинаются с самостоятельности, с интереса личного. Абсолютно неважно, с какой стороны человек заходит в себя. Вот он решил зайти через медитацию, через практику. Прекрасно. Он захотел послушать теорию. Великолепно. Он захотел начать с проработки какой-то своей жизненной ситуации. Просто супер. На самом деле, самые лучшие результаты, это когда у человека, например, есть какая-то травмирующая ситуация, у него есть боль. И он включается, он прорабатывает ее, видит резкое изменение в жизни. И после этого он включается и хочет вообще изменить всего себя. И тогда у него результаты, как правило, очень быстрые, очень великолепные. И приятно работать с этим человеком, потому что он сам видит, он сам стремится, он сам делает. Но, господа, это делает сам человек. Сам выбирает, сам начинает, сам решает все вопросы. И только сам человек может ставить себе ограничения, получится у него или не получится. Скажите, что может не получиться в инфодайвинге? Услышать свою душу? Услышать себя? И кто тот, кто мешает, чтобы получилось? Кто тот, кто обрезает вам крылья? Кто тот, кто мешает вам быть счастливым в этой жизни? Подойдите к зеркалу и посмотрите. Посмотрите ему в глаза честно и искренне. Чтобы один раз в башке вставила, и вы взяли и приняли те свои качества, которые вынесли на кого-то вместе с ответственностью, с обвинениями, с непрощениями. И понеслось, понеслось, понеслось. Все это надо вернуть быстренько обратно, обратно, обратно. Человек – это целостная структура, огромная целостная машина, которая способна на бесконечный результат. С вами была я, Наталья Зайцева.